Приветствую вас, мои родные, любимые и сердце моим дорогие христолюбчики, все братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого благого в жизни вашей, в дома, в семье, в душе, в сердце и во все сферы вашей жизни, вашего бытия, чтобы все у вас было хорошо, складненько и гладенько. Сегодня 18 января 2020 года, в ночь на 19 православные будут праздновать крещение Христова и будут, как это выразиться правильно, следовать некой своей традиции купания во льдах, в снегах, в прорубях, не знаю где они там еще купаются, в купелях. Я хотел бы сегодня поговорить о крещении, о крещении Христовом, о крещении христианина и, естественно, об этой традиции. И, как я понимаю, эта традиция лишь православных и то, как я понимаю, возможно, живущих лишь, ну не знаю, в северной части нашей прекрасной земли. Я так понимаю, скорее всего, даже, возможно, это чисто российская традиция, ну, возможно, ее исповедуют и исследуют русскоговорящие православные. Сразу я скажу для тех, кто случайно попал на этот ролик, может быть, в ютубе, может быть, с кем-то поделились где-то в соцсети. Я не православный, я не католик, не протестант, я не принадлежу ни к какой конфессии, сам ни в какой секту не состою, ни в какую секту никого не заманиваю. Я ученик Иисуса, живу по Его заповеди, которая есть, свободно избирать любовь ко всему Его творению, к природе, животным, людям. От этого, живя так, я вкушаю жизнь вечную. И всем этого советую. Поэтому, если ты православный, вы не обижайтесь, вы можете послушать этот ролик, я даже рекомендую его послушать. Я буду говорить правду. А правда, какая бы она горько ни была, от этого правдой не перестает быть. Я не буду никого оскорблять, унижать. Я лишь буду говорить правду. Если она просто будет кому-то резать глаза, то надо подумать, что с этим надо сделать. Правду-то нельзя в ложь превращать и горькое называть сладким. Поэтому, ну а если вас что-то цепляет в моих словах, не спешите выключать видео. В комментариях под роликом писать, какой я негодный еретик-богохульник. Я все-таки буду говорить то, что является истиной. А на истину нельзя обижаться. Истину надо принимать, а все зло из себя извергать. Я бы хотел, знаете, еще на самом деле, чтобы этот ролик услышали все мои друзья. Даже мирские друзья. Я обычный человек, не с луны свалившийся. Некогда я был грешником. Десять лет тому назад я покаялся. Принял истину. Принял Иисуса Христа. Бога явившись во плоти в свою жизнь, в свое сердце. И стал жить по тому примеру, по тому образу, какой мне он оставил своим примером, живя на земле. И вот я бы хотел, конечно, чтобы этот ролик увидел мои друзья. Кто знает, я ни от кого не скрываюсь. Моя деятельность публична и всем явно. Потому что делиться с каждым лично я не буду. Я, вы знаете, все публикую себя в соцсетях. Есть сайт, есть каналы. Но они не смотрят мои ролики. Но мне бы хотелось, чтобы вдруг они посмотрели, посмотрели до этого момента, продолжили смотреть. Потому что многие из моих друзей мира тоже называют себя христианами, православными. Ну, естественно, когда мы встречаемся, я их в этом обличаю. Что все это их не православное христианство липа. Вот это лицемерие. На самом деле, огромное лицемерие. Потому что все эти люди называются христианами. И ни разу в жизни даже не читали Евангелие. О чем можно говорить, да? Ну, православными я не против, что они себя называют. Потому что для меня православные люди не являются христианами. А когда они все-таки к этому слову либо прибавляют к православному христианин или просто христианин, то, естественно, я сразу возмущаюсь и говорю, что это не соответствует действительности. Я уж не говорю о жизни христианской, а даже о знаниях. Потому что прежде жизни теория, вера, учение, как хотите, да? Поговорим мы сегодня и о крещении Господнем, и о традиции православных купаться зимой во всяких водоемах и источниках. Я поэтому даже не знаю, как я много буду говорить о чем, о крещении или больше о традиции. Но я хочу, чтобы все, кто меня слушал, я говорю. И на самом деле, конечно же, цель моего ролика будет не какое-то издевательство, не какое-то кощунство. Кто знает, я стараюсь не писать праздных роликов. Во всех своих роликах я стараюсь нести людям свет и истину, которые в свободе каждого человека избирать между добром и злом. И от его выбора зависит его жизнь, сегодняшняя и завтрашняя. Этот ролик тоже, на самом деле, не праздный. На самом деле, я хочу им донести некую мысль. И я считаю его полезным и добрым, потому что тем, тем душам, тем сердцам, искренним, алчущим, чистым людям, которые случайно или специально их когда-то забрели в православии, но они рвутся и мечутся всем своим существом от того, что они видят, что это не соответствует вообще ни свету, даже того Евангелия, которого до нас дошло. Уж не говоря о том, что это все противоречит всему ихнему существу. И эти люди не могут найти ответы на свои вопросы. И я хочу записать это видео, которое даст им ответы, возможно, на эти вопросы. По поводу крещения. Вы все прекрасно знаете, я надеюсь, даже... Ну, православные, естественно, этого, может быть, не знают в 80% случаях. Но я буду так обращаться сейчас хотя бы к людям, которые, наверное, знают. Но если не знают, в принципе, я вот и рассказываю. Я говорю, хочется, чтобы это услышали мои православные какие-нибудь друзья мира, родственники, подписчики, друзья так называемые интернетовские. Да, многие из них тоже православные. Иисус, вообще-то, явился во плоти в Иерусалиме. Ну, не в Иерусалиме, город, конечно, в земле обетованной, так называемом Израиле. Родился он вроде бы как вообще у нас недалеко. Ну, можно сказать, от Иерусалима недалеко, да, в Вифлееме. Поэтому я так образно сказал, в Иерусалиме всем более-менее известный израильский город, который является его столицей. Ну, родился он непосредственно в Вифлееме. И то не в самом Вифлееме, а лишь на некоем поле недалеко от него. Если вы знаете географию, если не знаете, изучите ее, пожалуйста. Там вообще-то очень тепло, даже до сих пор, уж тем более 2000 лет тому назад. Иисус Христос, когда Бог явился во плоти, когда пришло его время, он явился при реке Иордан. Явился он туда, где некий Иоанн, его предтеча по имени Иоанн, Иоанн Креститель, крестил людей в воде в покаянии для того, чтобы они в свое время и приняли того, кто идет за ним. Тот, кому он недостоин даже, нагнувшись, наклонившись, развязать ремень у его сандалий. И снять эту обувь с него. Но этот Иисус, Бог явившийся во плоти, приходит к этому своему предтече, крестить Иоанну и крестится от него. Крестится он в реке Иордан. Крестится он не в ночь с 18 на 19. Ни один из ортодоксальных членов церкви, будь то православная, будь то католическая, или даже не ортодоксальных церквей протестантских, не сможет вам никогда объективно доказать, что крещение Господне по какому-либо календарю случилось в ночь с 18 на 19 января. И понятно, что там не было никакой зимы. Никто этой даты, естественно, не знает. Как не знает дату Рождества Христова, как не знает дату его смерти, его погребения, его воскресения, его вознесения. Этих дат мы, естественно, не знаем. Крестился он, как мы понимаем, в реке Иордан, в Большой. Возможно, это была даже зима в земле обетованной в Израиле. Возможно, лето. Никто этого не знает. Но даже зима, если вы сейчас полетите в Израиль, вы прекрасно понимаете, что это не та зима, которая сейчас у нас в нашей необъятной России, и которая, конечно же, здоровая и большая, и действительно на карте занимает, не знаю, какую шестую, говорят, часть Земли. Но при этом наша страна длинная по горизонту и достаточно все равно, ну, большая по сравнению, конечно же, с другими странами. Понятно, но относительно все-таки самой вертикали, всего глобуса, она все-таки не такая большая, как по горизонту. Я надеюсь, не надо вам открывать карту России и все это показывать. Поэтому в сегодняшний день, 18 января, в ночь с 18 на 19 по всей территории России, касаясь даже ее южных частей, в принципе, это зима. Несмотря на то, что, кто меня слушает, конечно же, современники, в 2020 году лично я живу в Центральном Черноземье, в городе Воронеж, и у меня нету ни грамма снега 18 января. Плюсовая погода. Вряд ли кто-то сможет этой зимой искупаться в прорубях, потому что лед нигде практически не встал. Если встал толщиной пары миллиметров, на улице у меня абсолютно нету ни грамма снега, голая земля везде и асфальт. Но это божьи замыслы природные, мы сегодня не о них. И вот Господь в этой воде принимает водное крещение, так назовем его, от своего предтечи, а на крестителя. Естественно, какая бы ни была зима в Израиле, в земле обетованной, это не минус 30, это не минус 40. Ну, возьмем тогда всю, так скажем, температурную шкалу января месяца России, от минус, я не знаю, 50-60, какие там у нас бывают пиковые точки, до того же самого юга, но в январе, ну, пусть это даже ноль. Да, естественно, и в Израиле, вы прекрасно понимаете, люди даже в январе ездят со всех холодных стран мира отдыхать в эту страну. И даже купаются, купаются, причем не сковывая зубы, а свободно. В этой воде и крестится Иисус. В этой воде, покрестившись водным крещением, Иисус выходит оттуда, хотя он не имел греха и не имел нужды. Сделал это для того, чтобы это было знаком для всех остальных. По выходе из этой воды на Господа из отвершихся небес сходит Святой Дух. Этот Святой Дух побуждает нашего Царя и Творца, пролагая нам путь, путь Святой Жизни, понуждает его идти в пустыню для испытания от дьявола, пройдя которой в пустыне, Иисус в силе Духа выходит в мир на служение людям. Вот краткая история крещения Господней. Я его рассказал не просто так для кого-то, для настоящих христиан. Это, наверное, даже смешно, что я рассказываю. Дважды два, четыре. Но я говорю, я надеюсь, что меня слушают православные, католики. Может быть, протестанты, конечно, знакомы с такими вещами. И, в принципе, купание в проруби – это не их традиция. Ну, я думаю, им просто будет для разнообразия и для расширения кругозора интересно послушать. Вот. Сейчас я, конечно, сказал, для настоящих христиан банальные вещи, но таковы были события 2000, ну, пусть даже 20 лет тому назад, да? Точной даты мы тоже не знаем. Но считается, естественно, что мы живем в 2020 году от Рождества Христова. Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, явившегося во плоти. Что же празднуют православные 18-19 числа? Ну, в ихних храмах, в ихних, заметьте, не в Божьих. Бог нигде, никогда Иисус Христос никакого, ни одного храма не построил, никому никаких храмов Он не заповедовал строить, никогда никакого священника Он не рукополагал и никогда никаких священников не заповедовал рукополагать. Все, что вы видите в православной традиции, в православном культе, прикрывающемся именем Иисуса Христа, это, конечно же, чисто человеческие учения. Ничего общего с истиной они не имеют, но мы имеем то, что имеем. Как же празднуют православные? Ну, понятно, помимо богослужения я не буду трогать, это их не дело. Хотя пусть внешними обрядами и всеми этими действиями думают, что они служат Богу, это их не дело. Вреда от этого немало, на самом деле, пользы вообще никакой. И человек, терзающийся этим, я думаю, тоже сегодня удовлетворит свой интерес и свою алчбу. Об этом я скажу чуть позже. Ну, я скажу об вот этой вот традиции, непонятно какой, которую сделали люди, которые даже сами православные называют около православные, а порой вообще просто, ну, людьми, которые, да, чисто на языке называются православные. Этот факт ни от кого не скрыт. Я специально взял картинку, на которой не особо видно. Я попытался найти в интернете что-то невзрачное, ну, забил купание в проруби, выходит. Ну, здесь благо человек без лица, я не хочу никого ни оскорблять, ни унижать, ни тем более позорить. Ну, картинка говорящая, вырублен прорубь в виде распятия, в виде креста, и некий человек омывается в этой воде. Что же это за традиции? Естественно, мы видим, что русский человек, я так понимаю, русский или русскоговорящий, возможно, русскоговорящий православный делает это во всех холодных странах, может быть, он живет где-нибудь там в Канаде, я не знаю где, но где тоже холодно, где стоит лед на воде. Ну, может быть, они купаются и в душах, и в проруби, и в каких-нибудь бассейнах, я не знаю. Мне сейчас уже настолько неинтересен этот вопрос, но вот то, что я хочу сказать, я скажу, да. И как вы видите, конечно же, аналогию провести с крещением Иисуса и с крещением первых христиан вообще никакой нельзя. Иисус не жил в холодных местах, так скажем, да, нашей прекрасной земли. Он не купался в проруби, у которого, у нормального человека, у незакаленных людей, естественно, перехватывает дыхание. Я сам из таких людей. Вот, естественно, удовольствия ты никакого не получаешь. Да и дело даже не в удовольствии. Дело в том, что, конечно же, я говорю, все это было абсолютно не так, да. Вот, это не было, я говорю, зимой, это не было в проруби. Иисус потом, мы прекрасно знаем, благодаря Евангелию, что Иисус не один год служил людям проповедью истины, свободы, любви и бессмертия. Но при этом он каждый год не ходил на реку Иордан, не повторял это водное крещение и никак не праздновал эту традицию своего крещения. И мы прекрасно знаем, что его ученики и те деяния, которые хотя бы кратко нам описаны в книге «Деяния апостолов», не праздновали свое крещение, не повторяли этих подвигов. Да, я шутя уже говорю, своих каждый год. Вот, ни в какой реке Иордана они ежегодно не купались, тем более они не купались в воде, в которой купаться могут только моржи. Вот, я, естественно, скажу сегодня, что я не против самого купания. Ну, естественно, я говорю о православной традиции, а не в это, естественно, вкладывают. Кто меня слушает и кто купается, прекрасно знает, что они туда вкладывают. Там баек, легенд больше, чем, наверное, страниц в книге Льва Николаевича Тостова «Война и мир», начиная от здоровья, заканчивая очередным освящением и так далее. И между, и около, и числа несем перечислять все эти святые плоды, которые они пожнут от этой великой добродетели купания в ледяной воде, в ледяном воздухе находясь, да, после и до 18-19 января, каждого года. Вот, конечно же, в этой традиции, я говорю, ничего общего с Евангелием нет. И те люди, которые называют себя православными, к сожалению, я говорю, или к счастью, я даже уж не знаю, они сами не понимают зачастую, что они делают. Православный мог сколько угодно спорить. Кто знает, я сам практиковал православие, практиковал его от чистого сердца. Три года я находился в этом культе, поэтому, когда меня пытаются укорить в том, что я ничего не знаю, не понимаю, более того, я побольше этих людей знаю много изнутри, уж не говоря про внешние, я служил при храме, был и алтарником, и чтецом, я много чего знаю, был вхож в иерархические круги, вот, поэтому знаю побольше многих, вот. Естественно, вы прекрасно понимаете, если нет, вы можете убедиться в искренности моих слов и в истинности, пойдя к любому проруби и просто сделать маленький опрос, спросив у тех людей, которые купаются, которые пьют горячительные напитки, матерятся, ругаются, возможно, дождерутся около этой проповеди, и просто спросить их, читали ли они когда-нибудь Евангелие. Ну, даже если, ну, статистика будет такая, что это будет один в десяти, то есть каждый десятый человек вам ответит два, да, да, возможно, если вам ответят больше, я вас уверяю, что это ложь, эти люди никогда не читали Евангелие, просто либо их стыд обличают, и так как они люди грешные, они соврут и стрекорубы, и не спросят, тем более, когда их стыд будет съедать, это тех, кто, может быть, какое-то, как бы, благоговение имеет перед Христом, так скажем, да, и сам удивиться даже вашему вопросу, что он православное Евангелие не читал, возможно, он даже вам задаст такой, для вас покажется глупый вопрос, а что это, да, вот, если он читал, вы можете спросить поглубже что-нибудь из Евангелия, сразу узнаете, что этот человек никогда его не читал. Один в десяти это я беру грубо, вот, и даже если это будет соответствовать действительности, то из этих еще десяти человек, естественно, даже когда-то читав его, читая, они его не практикуют, они его не живут, а если искренне являются православными, то вы знаете прекрасно, что православное учение – это не христианское учение, оно перевернуло все Евангелие с ног на голову, да, и поэтому человек, естественно, даже имея Евангелие и почитывая его в тайной келье своей, естественно, вынужден жить по лживым православным псевдохристианским учениям, естественно, соблюдать их, вот, убивать животных, убивать людей ради своей якобы родины, хотя у христианина родина на небесах, а его отечество, здесь он ни за какие родины не воюет, никого не убивает, но этот человек вынужден жить по тому, как его учит его православная секта, мать-церковь, как они ее называют, вот. Естественно, как вы видите, эта традиция ничего общего с Евангелем не имеет. А вообще ничего. Иисус никогда ни в каком проруби не купался, ничего, все, что вам расскажут около этих прорубей или в интернете, об этих купальнях, естественно, вы никогда не найдете ни одной этой байки, легенде, сказки, мифу, лжи, подтверждения в Евангелии, или даже, я скажу больше, во всем Новом Завете, да. Не о том, что вы никогда не будете больше в течение года болеть, у вас будет крепкое здоровье, вы еще больше осветитесь и бла-бла-бла-бла, и несем числа этим сказкам. Естественно, в Евангелии этого нет. Все, что вы услышите, вы сравните с тем, с красной линией Евангелия Иисуса Христа, его благовестия, его учения о том, что он говорил, «Сотворите и научите, ибо я сам, так он учил своих учеников, ибо я сам сотворю и учу». Поэтому все, что вам расскажут, вы всегда через эту истинную призму или призму истины слечите и увидите, что где ложь, а где правда. Иисус сам ни в каком проруби не купался, никого не учил купаться. Иисус и его ученики не купались в никаких прорубях, никого не учили. Они не делали это ни ежегодно, ни раз в два года, ни в три года. Они уж тем более при этом не бухали, не курили, не ругались, не дрались. Они при этом знали, так скажем, наизусть, будучи свидетелями жизни и учений Иисуса Христа. А дальше уже последователи Иисуса через его учеников, то есть ученики учеников, знали его наизусть из тех писаний, которые передавались, то из уст в уста, то из письмена в письмена, из рук в руки. То есть, естественно, те люди, которых вы увидите, встретите у проруби, конечно же, эти люди, меня точно так же, как и вас окружают, вот эти люди ничего не знают о жизни и учении Иисуса Христа. Если что-то и слышали, уж тем более, если они, знаете, есть хорошая поговорка, хорошо, когда не знал, да еще и забыл. То есть, естественно, даже если они что-то слышали, что-то почитывали, они это не практикуют. Ну и третья категория это практикуют, но, к сожалению, не то. Потому что православие от христианства, конечно же, так же далеки, как земля от неба. Что я, наверное, вот и все, что я хотел сказать в этом ролике. Не знаю, мне как-то лежало на сердце. Даже я не помню, может, мне какие-то другие мысли посетили, когда я на кухне себе готовил обедничную трапезу. Ну, сказал то, что сказал. Я хотел свою мысль закончить для тех людей, кто, может быть, я говорю, попал на это видео или с кем-то поделились. Я хотел закончить на том, что если вы принадлежите к православному учению, и вас терзает все, что вы видите, всю практику, всю жизнь, этого лживость самого или несостыковки самого этого учения, самого учения этого культа с тем учением, и той жизнью, которую жил Иисус, и который предлагал жить своим ученикам, и которые, как вы видите, в Писаниях Нового Завета пытались исполнять, плохо или хорошо, это уже судить вам, когда вы читаете. Если вы видите, что практическая жизнь тех православных псевдо-христиан, которые вас окружают, вам чужда, если вас зазомбировали, запугали тем, что вне церкви нет спасения, кому церковь, псевдо-церковь, да, кому вот эта православная секта не мать, тому Бог, не Отец, то я вас уверяю опытом своей жизни и просто примером, естественно, того, что если вы оставите эту секту, оставите все эти лживые обряды, если вы захотите разорвать все связи с этими людьми только потому, что вы хотите жить в истине, хотите жить поистине, своей жизнью, а от избытка жизни, от избытка сердца заговорят уста ваши, то вы можете смело и спокойно выходить из всех этих сект, никого не боясь, более того, конечно же, на вас начнутся гонения, но эти гонения будут вам во благо, именно тогда вы познаете настоящую христианскую жизнь. Я поэтому вот еще хочу, если ролик этот, может быть, услышат тоже все мои какие-то друзья, интернетовские, я, они, не знаю, видят, не видят, я уже много раз писал, я не православный, я не католик, я не протестант. В этом ролике я хочу это сказать, хотя я говорю, даже не знаю, смотрят они мои ролики, но я уж и так говорил, я, возможно, им этот ролик скину и попрошу посмотреть его от начала до конца. Я попрошу вас никогда мне не присылать ни в Одноклассники, ни в Днеклассники, всякие вот эти подарочки с крещением, с Рождеством. Да, я верю в Иисуса Христа, как в Бога, пришедшего во плоти. Да, я верю, что Он нес людям истину, говорил им о том, что человек свободен перед лицом добра и зла, избирать всегда добро, в этом добре стоять, это добро проповедовать, творить и проповедовать. Естественно, сначала нацотворить, как Господь говорил. Да, я верю, что за эту жизнь в истине Он пострадал. Да, я верю, что Его жестоко убили. Да, я верю, что Он воскрес. Да, я верю, что после воскресения Он вознесся, оставив человеку ту свободу, о которой сам проповедовал. Жить ему, выбирать, как ему жить. Но при этом я не верю во все псевдохристианские, православные, католические, протестантские бредни. Я поэтому с этими сектами не хочу иметь ничего общего и никакой ассоциации с ними, чтобы у людей, которые со мной встречаются впервые, я говорю, где-то на меня попадают. Я не хочу, чтобы у них сложилось ложное впечатление, что я христианин, имею к этим сектам какое-то либо отношение. Поэтому я уже, ну, я это всегда делал, да. Если раньше я это как бы так аккуратненько делал, то сейчас я стал это делать, так скажем, просто, резко и понятно. И вот этим роликом тоже хочу сказать, что, пожалуйста, не шлите мне никаких поздравлений с православными, католистскими или протестантскими праздниками. Для меня Христос каждый день рождается с моим рождением, с тем, что я проснулся с утра. Я каждый день стараюсь жить по Евангелию Иисуса Христа, по той истине, которая открыта мне в сердце. Я каждый день страдаю очень часто за эту истину, особенно будучи проповедником Его истины. Я каждый день умираю, когда ложусь спать и понимаю, что завтра я, может быть, не встану. Поэтому каждый день в своей жизни я стараюсь прожить святое, честное, искренне и святое, и посвятив этому миру. Я ничью свободу не нарушаю. И прошу не нарушать, и некоторые мои просьбы тоже исполнять. Поэтому я говорю, не поздравляйте меня ни с какими праздниками, не шлите мне никаких открыточек. Мне все это не надо. Я все это отрубаю, я все этого отрицаюсь. Я просто устал каждому в ответ писать, что я не православный, и не хочу, чтобы меня с этими сектами хоть как-то ассоциировали, чтобы я как-то ассоциировался с ними. Вот так вот. А всем, кому это все чуждо, я говорю, посыл моего ролика, мое послание, мой месседж вам, тем, кто терзается, не бойтесь, выходите, станьте счастливыми, станьте свободными, последуйте за Иисусом, но придется последовать, вы знаете, конечно же, взяв крест. Это крест, это крест гонения, поношения, непонимания, отвержения, насмешек, злобы в вашу сторону, когда вы начнете действительно проповедовать истину Христову. А все вот это, вся эта чешуя, причем вонючая и нечистая, отряхните ее с себя и идите смело дальше. Не бойтесь ничего, будьте святы, будьте светлы. Все это, все с этим же, с подобными вещами Иисус точно так же боролся в иудаизме. К сожалению, печальный результат его жизни, что ничего не получилось. Иудаизм и евреи полностью отвергли благую весть Иисуса Христа о том, что человек спасается не всеми теми вещами, не купаниями, не даже богослужениями, пусть и благочестивыми, как они их выдают, естественно. Человека спасается только своею святой жизни. И эта святая жизнь проявляется в добрых, в добрых делах к природе, к животным и к людям. Но к людям любовь и добрые дела проявляются по-разному. И в мире, лежащем возле, эти дела с виду кажутся злыми. Это вот даже то, в чем меня обвиняют в подобных вот даже речах. Но это не так. Мои речи я глаголю только для того, чтобы освободить людей, чтобы люди сделались свободными и счастливыми. Потому что настоящее христианство это счастье. И я хотел, вы знаете, этот ролик, я говорю, посыл его, вот это, это поддержка этих людей. Потому что те люди, которые, глядя на все это, я говорю, я не стал же сегодня какие-то там ужасные показывать, где пьянищие там у этих купели там купаются. Нет. Я специально все показал тоже более-менее благочестиво. Но те люди, которые смотрят, уже готовы отвалиться от христианства, я хочу им сказать, вот это все, это не христианство. Все, что видите в православии, в католицизме, в протестантизме, это не христианство. Поэтому для вас благо будет отвалиться от этого и как раз познать настоящее христианство. Но если вы, отваливаясь от сект, от православия, католицизма, протестантизма, или где бы вы там не были, отваливайтесь от истины, от святости, от Иисуса Христа, который есть Бог, пришедший во плоти, это, конечно, будет печально. В этой жизни вы потеряетесь, потеряете основу, фундамент, который единственный для человека. Потому что именно Бог во плоти, внешне, конечно, это есть в каждом человеке, и Бог просвещает всякого человека, и любит каждого из нас. Да, но вам без внешних вот этих опор будет тяжело, и когда ты реально видишь в том, что Бог когда-то пришел, да, явил мне явно, что Бог есть свобода, и мне даровал эту свободу, что Бог есть любовь, и мне показал совершенный путь любви, причем вот именно он научил, что любить, это не значит целовать всем туфли грешникам, и гладить их по головке за их беззаконие. В Евангелии мы все видим, как Иисус относился к разным людям, и то, что живя, свято, я и вкушаю жизнь вечную, и на этой же земле, и уж тем более в веки будущем. Вот для этих людей я и записал этот ролик, кто в такие вот дни, потому что чистые души, находящиеся в сектах, рвутся и мечутся, и, к сожалению, могут уклониться от истины. И я хотел бы им в поддержку, я говорю сказать, это видео записать, чтобы они поняли и не боялись признаться себе, потому что, к сожалению, нас окружают Христовы ученики, это малое стадо, сам Иисус об этом говорил, и во всей истории человечества мы это видим, что они не боялись и посмотрели на меня и таких, как я, посмотрели внимательно на Евангелие и чистым сердцем выбрали между Евангелием и лжеучениями. Вы же прекрасно знаете, что все это не соответствует даже тому Евангелию, которую якобы несут все эти секты, что они сами ему не соответствуют. Я поэтому хотел их призвать сделаться счастливыми самим, самим, сделать себя счастливым, идти вслед за своим сердцем, которое алчит и жаждет правды. Но услышит меня и поймет, и это видео обречено к тем людям, которые все ступеньки заповеди блаженств господних прошли. Покаяние, осознание своей нищеты духовной, плача об этой нищете, смирение после осознания и плача по этому, и естественно, который всем сердцем возжелает, заалчит этой правды и истины Христовой. Тогда эти люди насытятся, и тогда, познав эту истину в теории и познавая ее изо дня в день, возрастая в совершенный Христов возраст, они и будут, тут много подобных синонимичных определений, возрастать в Христов возраст, полностью очистить свое сердце, то есть потихоньку очищая его, достигнуть совершенства. Все это одни и те же слова, все у них это получится. Но тогда за этим последует гонение, которое придется принимать. Ибо, как Иисус и сказал, кто следует за Мною, а Креста своего не несет, тот не мой ученик. На этом у меня все. На этом я с вами прощаюсь. Всех по-братски обнимаю, целую. Всем вам желаю всякого блага. Желаю всем достигнуть не только любви, потому что вы ее не достигнете, прежде не достигнув совершенства познания истины. А когда достигнете, тогда надо, ну, следовать за ней надо сразу. Это такая ступенчатая движение. Ты и познаешь, и ты должен следовать обязательно тому, что Господь открывает тебе в сердце. И твои глаза, как у того слепца, которого Господь исцелил не сразу, постепенно, постепенно ты будешь исцеляться и прозревать. И настанет момент, когда ты целиком прозреешь, исцелишься, воскрешнешь, живешь и сядешь на трон на трон на царский достойный сына царя, и тогда вы засветите всем вокруг. Тогда исполнится на вас заповедь Иисуса, которую он всем и заповедовал. Сотворить и научить других. Иисуса.